Девушки отдыхают Знакомые моих знакомых в Израиле репатриировались. И когда мы случайно встретились у моих знакомых, к которым приехали знакомые, мы начали вести разговор об изучении иврита. Меня спросили, а когда ты начал говорить на иврите? Я ответил на этот вопрос, а я, в общем-то, и не начинал. Вы сейчас будете думать, что я выделываюсь, что ли. Я говорю на иврите. Кроме всего прочего, я преподаю в школе. Правда, не иврита, я преподаю физику. И что касается иврита, как будто бы всё нормально. Да, я могу слушать на сегодняшний день новости, я могу читать. Но, честно говоря, это моё субъективное мнение. То есть, сейчас на меня обрушатся, вы знаете, вот все знатоки, да, с критикой могут сказать, что я не прав. Но я высказываю свою точку зрения. Короче, когда меня спросили, когда ты начал говорить на иврите, А я начал изучать иврит ещё тогда, в Советском Союзе. В 89-м году это было уже возможно. Начали организовываться группы ивритов и так далее и тому подобное. То есть, я приехал сюда, как будто бы говорил. Говорел лучше, чем все остальные. Ну, я знал буквы и кое-что даже мог прочитать. Когда я начал говорить на иврите, таким образом, чтобы меня понимали только тогда, когда ты с головой окунаешься в ивритскую среду. То есть, когда я начал более-менее, я говорю, более-менее работать в школе. Ну, это были страшные времена. То есть, когда ты сидишь, готовишься к урокам, пытаешься что-то объяснить, и тебя не очень понимают. Но с физикой и математикой проще. Но, тем не менее, очень и очень сложно. Короче говоря, через 4-5 лет говорить на иврите вы не будете. Это первое, что я могу сказать. То есть, когда вы видите курсы всякого рода, где написано, вот через 2 месяца вы заговорите совершенно свободно на иврите. Некоторые даже пишут о том, что вы будете говорить на иврите без акцента. Всё это полное фигня. Я не боюсь этого слова сказать. Могу сказать другое, но не буду. Вот. И мне хотелось бы вам сказать следующее. В чём заключается изучение языка? Ответ очень простой. Это понял тогда, когда начинал учить английский язык. На котором я могу объясниться, чтобы вы меня поняли. Но, опять-таки, признаюсь, да, я его не очень хорошо понимаю. То же самое с ивритом. 30 лет. Вау! Это много! Как так? Ты не научился говорить? Не научился. Не понимаю язык, на котором говорят религиозные люди. Я не знаю это, к сожалению, или к счастью. Но я не знаю. Вот. Я не понимаю язык, на котором разговаривают адвокаты. Я не понимаю язык, на котором разговаривают врачи. Но меня успокаивает то, что врачи не понимают тот язык, на котором разговариваю я. И с детьми объясняют тот или иной урок. Понимаете? То есть, наша задача в изучении ивритом, она очень простая. Научиться понимать в первую очередь на слух. То есть, когда вы берёте книжки, это мои знакомые дали книжки, которые они получили в Ульпане. Да, вот здесь вот всё так красиво написано. Я понимаю это, да. Надо пробовать. Надо, во всяком случае, научиться читать. Нужно знать буквы. Я этим не буду заниматься. Мы с вами будем просто-напросто учить иврит. Я знаю, как это делать. Я знаю, как это делать для того, чтобы мы какими-то темпами всё время двигались вперёд. Итак, для того, чтобы начать понимать иврит, нужно его слушать. Я разговаривал очень много с опытными учителями, преподавателями английского языка. Говорил, вот как мне научиться разговаривать с американским акцентом? Ответ очень простой. Поехать в Америку и разговаривать с американцем. А что нужно делать, чтобы научиться разговаривать с английским акцентом? Да, жить просто-напросто в Англии. Но даже если я туда приеду, уже в возрасте, скажем так, за 20, вот никуда не денешься. Вот всё равно русский акцент, он будет, как бы вы ни старались косить под американцами или под англичанами. Конечно, есть индивидуумы, но их очень маленький процент, у которых голова так построена, что они могут вот это вот уловить и начать как будто бы говорить таким образом, что очень трудно понять, из какой страны он приехал. Но обычно любое какое-нибудь слово, да, оно вас в любом случае выдаст, даже если вы будете говорить на суперском языке, да, на суперском иврите, и считая, что у вас нет акцента. Да, я когда-то со своим сыном разговаривал, который говорит, конечно, на чистейшем иврите. Да, я ему сказал, вот, и мне кажется, что я говорю, да, почти без акцента. Ну, смех стоял очень сильно. Вот. Поэтому не нужно вот за этим гнаться, да, вот пытаться говорить как израильтяне. Как бы вы ни пытались, вы всё равно не научитесь говорить картанным звуком некоторые слова. Вот попробуйте израильтянину, да, сказать, вот, скажи слово «мыло». Смерть будет. Израильтяне слово, вернее, букву «мыло», «мы» не выговаривают. Поэтому Новый год у них, Новий год, да, ну, не выговаривают. Вот мы тоже вот гортанные звуки. Как бы мы ни старались, да, они, ну, наш языковой аппарат к этому не приспособлен. Вот. Поэтому не нужно гнаться, вот, говорить вот с израильским, будем говорить, акцентом. Потому что в 99% людей всё равно говорить, как израильтяне, не будут. Это первое. Второе. Вот Израиль – уникальная страна. Она заключается в том, что как бы вы ни говорили на иврите, если вы пытаетесь говорить, вас всё равно поймут. Поэтому совершенно не нужно бояться делать какие-то ошибки. Это проблема, кстати говоря, всех русских. То есть те, которые приехали из Высшего Советского Союза, неважно из какой республики. Вот, говорить правильно. Если, не дай бог, с вами что-то случилось, и вы должны что-то сказать, да, вы должны это сказать. Неважно как. Главное, чтобы вас поняли. А не пытаться там построить правильное предложение. В иврите есть очень много, да, вот таких вот вещей, когда русскоговорящий непроизвольно всё равно будет говорить неправильно. К этому нужно привыкнуть. Но израильтяне вас поймут. Потому что они видят, что вы не носитель евритского. Ну, не носитель еврита. Вот, что мне хотелось бы сказать. Дальше. Не бойтесь говорить. Абсолютно не бойтесь. Неважно. Вот. Пытайтесь донести, так сказать, мысель. Вот. И самое главное. Евритом нужно заниматься, если вы хотите на нём говорить, ну, наверное, каждый день. Наверное, каждый день. Вот. По несколько минут. И я вам в этом помогу. Вот сейчас начну первый урок. и расскажу, как нужно делать. Это, я не хочу сказать, что уникальная, так сказать, методика. Но благодаря моему опыту преподавания, я считаю, что это самый оптимальный вариант. Можете с этим соглашаться, можете с этим не соглашаться. Кстати говоря, мне было бы интересно, после того, как пройдёт этот первый урок, послушать, почитать ваши комментарии. Ну что, начинаем. Еврит для русскоговорящих мы начинаем. Урок номер один. Шиур решён. Шиур урок. А решён? Первый. Шиур а решён. Конкретный первый урок. Поэтому перед буквой «рэйш», перед второй буквой, вот, вы увидели, вот здесь, вот, да, буквочка «эй». Вот. Когда ставится буква «эй» в начале слова, как правило, это говорится о конкретизации. То есть, наш конкретный первый урок «шиур а решён». Теперь, когда я начну вам что-то объяснять, вот, поверьте мне, вот, никакой взаимосвязи нет. Между первым уроком, вторым уроком, мы с вами будем брать маленькие тексты, их, как говорится, разучивать. Разучив их, вы потом можете уже начать строить какие-то предложения. И я вам в этом помогу. Но прежде всего, давайте почитаем, что здесь написано. Вот. Попытаемся понять. Попытаемся, я сказал, понять. Но совершенно не обязательно, что вы с первого раза всё, как говорится, поймёте. Итак, поехали. Первая строчка. Батья любит говорить по телефону. Батья – это израильское имя. Батья любит говорить по телефону. Ледобэр – говорить, болтать. Ба – телефон. Ну, теперь, значит, есть сотовые телефоны. Вот. Они на иврите называются пелефоны. Пелефон. Пелефон. От слова «пели» – чудо. Вот. Ну, а фон – это... Это звук. То есть, звук чудный, да, который передаётся. Пелефон. Ну, мы будем в данной ситуации использовать «телефон». Батья любит. Ледобэр – телефон. Батья любит. Ледобэр – телефон. Вторая строчка. Ли бати еш хавера. Ли хавера шель батья. Карим ализа. Ли бати еш хавера. Ли бати шель хавера. Карим ализа. Батя, то есть у бати есть подружка, подруга, хавера, подруга, хавера. Вот относительно, когда мы говорим хавер или хавера, нужно быть с этим осторожным. То есть когда мы говорим, вот это моя хавера, допустим. То есть подразумевается, что у вас очень близкие отношения. Ну да, если вы идёте с кем-то, допустим, мужчину с мужчиной, встречаете ещё кого-то и говорите, а, это хавер шили. Ну, вы сами поняли, о чём, как говорится, ведётся разговор. Поэтому, как бы, не стоит об этом, так сказать, сильно распространяться. Мир меняется, но в данном контексте, поскольку этот текст, наверное, писался давным-давно, будем понимать, да, что лы бати ешь хавера, то есть подруга. Вот, то есть когда более близкие такие отношения, ну, наверное, можно говорить, что хавер, хавера, хавер – это друг, хавера – это подруга. Вот, смотрите, мы начали снова, как бы, да, вот, познавать иврит. Лы хавера, то есть мы бы просто сказали, да, подругу бати зовут Ализа, а здесь нужно дать направление, лы хавера. То есть подругу бати зовут Ализа, лы хавера шиль бати, карим Ализа. То есть русские бы сказали, а, за хавера шиль бати, карим Ализа, бли, лэ. Ну, вот. Но если вы скажете, хавера шиль бати, карим Ализа, я думаю, что это тоже будет понятно. Итак, бати любит говорить по телефону. Бати любит говорить по телефону. Ну, а теперь вы скажите, что бати любит говорить по телефону. Бати любит говорить по телефону. Бати любит говорить по телефону. Батя ухевит лидобэр ботелефон. Батя ухевит лидобэр ботелефон. А теперь вы говорите. Батя любит говорить по телефону. Батя ухевит лидобэр ботелефон. Окей. Мамшихин. Продолжаем. Ли батя еш хавера. У бати есть подруга. Ли хавера шель батя карым ализа. Подругу бати зовут Ализа. Вот бати, ины бати, а вот и Ализа, ины Ализа. Ли бати еш хавера. Ли хавера шель бати карым ализа. Ли бати еш хавера. Подругу бати зовут Ализа. Ли хавера шель бати карым ализа. Ли бати еш хавера шель бати карим ализа. Вот если вы с кем-то хотите познакомиться, да, вы иногда можете спросить, эх карим лиха, как тебя зовут? Если вы обращаетесь к представителю мужского пола, эх карим лиха, а если вы обращаетесь к женщине, к девушке, к девочке, эх карим лах, эх карим лах, лах, тебя, лиха, тоже тебя, но только к мужчине. Вот на русском это не работает, поэтому очень многие русские, когда начинают говорить на иврите, очень часто путают это. Ничего страшного нет, абсолютно. Вот, если русскоговорящий подойдёт и спросит, допустим, Ализу, он не знает, что её зовут Ализа, и спросит, эх карим лиха, но она сделает круглые глаза и поймёт, что вы, в общем-то, на иврите. На иврите не так здорово говорить, она ответит, может быть, поправит, ничего страшного в этом нет. Вот. Ну, как сказать подругу бате, зовут Ализа? Лехавирашель бате, карим Ализа. Ну, а как сказать, что батя любит говорить по телефону? Батя ловит ли до берба телефон? А Ализа любит говорить по телефону? Кен, Кен, да, Кен, да, Кен, да, да. А Ализа тоже любит говорить по телефону? Кен. А Ализа гам, тоже, гам, гам, тоже. Кен, да, 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 да, Кен, да Ли батя еш хавера. Тов, тов, хорошо, тов, хорошо. Мом шихи. Четвёртая строчка. Батя мидаберет ботелефон им Ализа. Батя мидаберет ботелефон им Ализа. Батя разговаривает по телефону с Ализой. И дальше стоят две точки, да, ну то есть продолжение следует. Две точки называются некуда тайм. Некуда. Точка. Зэу. Всё. Некуда. Точка. Некуда тайм. Вот это двоеточие. Некуда тайм. Двоеточие. Батя мидаберет ботелефон им Ализа. Ну, а дальше начинаются, ну, обычные, так сказать, вещи. Я уже говорил, что, скорее всего, этот текст был написан давным-давно. Но ничего не изменилось. Абсолютно. Да? Ну, как обычно разговаривают по телефону? Алло. Как дела? Привет. Здравствуй. Как дела? Нормально? Хорошо. А как твои дела? Ну, вот, собственно говоря, здесь то же самое. Итак, батя мидаберет ботелефон им Ализа. Батя. Шалом, Ализа. Здравствуй, Ализа. Привет, Ализа. Шалом. Здравствуйте. Привет, шалом. Батя. Шалом, Ализа. Ализа. Шалом, батя. Батя. Ма шло мех. Окей. Вот мы и начинаем с вами слушать вот это вот слово, да? Вот. Оно всегда. Везде. В каждой стране присутствует. То есть, когда вы идёте, встречаете соседа, что вы спрашиваете? О, привет, здрасте, здрасте. Для того, чтобы быть более-менее вежливым, вы спрашиваете, как дела? Вас не интересует вообще, как дела? Вот. Ну, вы обязательно должны спросить, да? Как дела, чтобы услышать в ответ? Всё нормально. Как правило, отвечает здесь, да? Вот. Машлом ха. Или машлом мэх. Машлом ха – это к мужчине. Машлом ха. Машлом мэх – это к девушке, к женщине. Но обычно всегда говорят, машлом ха. Вот. И отвечает бэсэдер. Хорошо, нормально. Как правило, не отвечает тоф. Отвечает бэсэдер. То есть, вы идёте, даже глаза друг к другу не смотрите, спрашиваете, машлом ха, бэсэдер, и проходите дальше. Никого абсолютно не волнует. У вас нормально дела, ненормальные дела. Никто вас не спрашивает, что с вами случилось. Просто так, да? Как дела? Нормально. И пошли, да? Разминулись, как в море кораблей. Ну, то же самое и здесь. Да? Вот. Шалом, Ализа. Привет, Ализа. Ализа говорит. Ну, привет, батя. Шалом, батя. Батя. Машлом мэх. И Ализа отвечает. И вот здесь вот вы должны, да, вот это вот выражение, как бы, да, баруха гэй. Нет, это не так. Да? Вот. Это баруха шэм. То есть, спасибо Богу. Вот. Спасибо Богу. Аколь бэсэдр. Вот это вот, как бы, баруха шэм можно пропустить. Вот. Ализа отвечает. Аколь бэсэдр. Выма шло мэх. Она спрашивает. Гамыцли аколь бэсэдр. Мата сакшап. Всё. Вот на этом я хотел бы первый урок закончить. Но мы должны к этому ещё вернуться. Мы должны с вами поговорить. Да? Итак, шалом, Ализа. Шалом, батя. Ма шлом мэх. Аколь бэсэдр. Ну, вы ма шлом мэх. Гамыцли аколь бэсэдр. Ма ата сакшап. Что ты сейчас делаешь? Ну, это тоже, да. Ты где? Вот. Что ты сейчас делаешь? Вот. Ма ата сакшап. Асса. То есть, это к девушке, к женщине. Ма ата осэ. Да, это уже к мужчине. Но поскольку здесь у нас и Ализа, и батя, мы так и будем, как говорится, разговаривать. Итак, шалом, Ализа. Шалом, батя. Ма шлом мэх. Баруха шэм. Аколь бэсэдр. Вэ ма шлом мэх. Батя отвечает. Баруха шэм. Гамыцли аколь бэсэдр. Ма ата сакшап. Вот на этом я ещё раз повторяю, первый урок заканчиваю. А теперь вы скажите. Привет, Ализа. Здравствуй, Ализа. Ну, правильно. Шалом, Ализа. А батя? Что спрашивает Ализа? Она спрашивает, как дела? Как ты себя чувствуешь? Как дела? Вот. Ма шлом мэх. Ма шлом мэх. И как нужно ответить? Бэсэдр. В порядке. Аколь бэсэдр. Всё в полном порядке. Аколь. Всё. Аколь бэсэдр. Всё в порядке. Всё в полном порядке. Почему? Всё нормально. Ма таса ахшап. Что ты сейчас делаешь? Ну, теперь вы спросите. Что ты сейчас делаешь? Ма таса ахшап. А если вы обращаетесь к мужчине? Ма ата осэ. Ахшап. Ахшап. Сейчас. Как сказать «сейчас». Как сказать «сейчас»? Акшап. 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 Как сказать «подруга»? Батя любит говорить по телефону? Батя углевит ли добэр по телефону? А как сказать «что у бати есть подруга»? Ли батя ешь хавера. А как сказать «что бати сейчас разговаривает по телефону?» Батя медабэрит по телефону. Акшап. О- или. О- или. Акшап. Батя медабэрит по телефону. Ну и как мы обращаемся, когда начинаем разговаривать? Шалом. Здравствуйте. Привет, Ализа. Шалом. Как сказать «привет, подруга». Шалом хавера. А как сказать «привет, моя подруга». Шалом хавера шели. Шели, моя. Шалом хавера шели. Как дела? Ма-шлом-мэх. А если вы к мужчине обратитесь? Ма-шлом-ха. Ма-шлом-мэх. Ма-шлом-ха. Ма-шлом-ха. Ма-шлом-мэх. Ма-шлом-мэх. Ма-шлом-ха. Шалом. Шалом. Ма-шлом-ха. Аголь бэ-седр. Шалом. Ма-шлом-мэх. Бэ-седр. О-о-о. Шалом-шалом. Ма-шлом-ха. Аголь бэ-седр. Баруха-шем. Ма-шлом-мэх. Баруха-шем. Аголь бэ-седр. А что ты сейчас делаешь? Ма-т-аса-ахшав. Ахшав. Сейчас. Ма-ат-аса-ахшав. Ну вот, ребятки, дорогие друзья, которые начинают учить еврит, хватит на первый раз. И я лишний раз хочу вас попросить написать мне разного рода комментарии, пожелания, понравилось, не понравилось. Что нужно сделать, на ваш взгляд, какие бы вы темы хотели изучать. Вот всё. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. До новых встреч. Тадараба. Спасибо большое. Тадараба. Всего вам доброго. Всего хорошего. До свидания. Тадараба. Коль-то в литра от.